Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Новости» – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Кристина Рабина. Чем запомнилась минувшая неделя, расскажем в кратком обзоре новостей. В понедельник 5 августа «Меранапа» Сергей Сергеев поблагодарил силовиков за организацию порядка на фестивале Кубана. Сохранить спокойную обстановку в станице, где одновременно на фестивале отдыхают более 150 тысяч человек, непросто. И отметил, в Анапе пройдет конкурс на лучшее благоустройство закрепленной территории. Худший сотрудник администрации мэр пообещал наградить лично букетом из амброзии, чтобы раз и навсегда вылечить от аллергии на работу. Работать ночью и рано утром. На очередном краевом селекторном совещании руководители краевых служб дали практические рекомендации по работе с мигрантами. И отметили высочайший уровень организации такой работы в Анапе. Кирпичные заводы, строительные площадки, сельхозпредприятия и гостиницы – объекты особого внимания. Специалисты миграционных служб Кубани, полиция, казаки по распоряжению губернатора Александра Ткачева должны выходить в рейды и профилактические проверки. Должны, но не везде соблюдают это правило. Серьезные замечания по проверкам в Денском и Красноармейском районах. Первый заместитель министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Николай Малюк предложил ввести новую практику – проверять иностранных граждан и тех, кто их проверяет. Опыт работы Анапчан доказывает – взаимодействие всех служб и организации эффективно. В Анапе за неделю организовали 4 проверки и 2 рейда. Проверили 166 иностранных граждан, составили 41 протокол, выдворили из страны двоих граждан Узбекистана. Ежедневно проводят мониторинг в городе, сельских округах и на Пионерском проспекте. Работают с хозяевами квартиры, гостиниц, сдавать в аренду жилье иностранцам можно только на законных основаниях и при оформлении регистрации. И еще одно условие – эффективная работа анапчан – активность общественности. 8 августа в День памяти Героя России Вячеслава Евскину у мемориального памятника прошла акция. 17 лет прошло со дня гибели майора ФСБ Вячеслава Евскина. Почтить память героя собрались и на Пчане, родственники и официальные лица. Кубань – край винограда и виноделия. В Юровке возродили старый винзавод, реконструировали и поставили новое оборудование, что позволило делать не только первичную обработку винограда, но и выпускать высококачественное натуральное вино. На дегустации первой продукции была наша съемочная группа. Более 30 лет в пожарной службе и личный праздник день рождения отмечает «Женщина-огонь». У начальника Центра противопожарной безопасности Людмилы Бурнайкиной юбилей. 7 августа завершилось, пожалуй, самое масштабное и многолюдное событие в истории Станицы Благовещенской. Пятый рок-фестиваль Кубана собрал более 30 тысяч зрителей. В гостях побывали мировые звезды, рок и панк направления и высокопоставленные гости. Кубань, Александр Ткачев и мэр Анапы Сергей Сергеев оценили уровень организации фестиваля. Это был краткий обзор главных событий недели. Смотрите сегодня. Анапа – территория, свободная от несанкционированной торговли. Специалисты межведомственной комиссии провели очередную профилактическую проверку. Мэр Анапы Сергей Сергеев провел выездной прием граждан в Гайкадзоре. Заместители мэра Анапы читались о выполненной работе за полгода. Фазанов по осени считают, а сегодня в охотничьем хозяйстве города-курорта подсчитали уток и выпустили водоем. Управление торговли и потребительского рынка администрации города-курорта Анапы провела плановый рейд по несанкционированным точкам торговли. На пересечении улиц Шевченко-Краснодарского у магазина на муниципальной территории без соответствующего на то разрешения разворачивается кафе. Замысел владельца понятен стать на пути у прохожих, чтобы они невольно стали посетителями кафе, но это препятствует свободному передвижению по пешеходной дорожке, чего допускать по правилам торговли нельзя. Владельцу следующей точки магазина бытовой химии на улице Краснодарской почему-то от торгующего надувными кругами и другими пляжными принадлежностями пришлось заносить товар во двор. Торговля в этом месте скорее напоминала стихийный базарчик, чем по правилам оформленный магазин. Товар находился не в магазине, а за его пределами на газонах. На сегодняшний день самая актуальная проблема – это то, что у нас осуществляется несанкционированная торговля. То есть торговля в местах, не предусмотренных для этого вида деятельности. В соответствии с законом Краснодарского края номер 608 об административных правонарушениях, на нерадивых предпринимателей составляются административные протоколы по статье 3.8. Торговля в местах, не предусмотренных для этого вида деятельности. Продолжение темы – наведение порядка в городе и сельских округах. Свет, газ, дороги, оснащение амбулатория. Жители Гайкадзорского сельского округа на выездном приеме мэра Анапы Сергея Сергеева рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются каждый день. По конкретным вопросам мэр Сергеев нашел конкретные решения. Житель хутора «Рассвет» Афсеп Дурнаян обращение к мэру Анапы начал с благодарности. Свет, вода, дороги, все налаживается постепенно. В селе не хватает остановок для общественного транспорта. Установка хотя бы пяти штук значительно улучшила бы жизнь селян. Мэр Анапы Сергей Сергеев поставил вопрос на контроль. Прежде чем устанавливать остановки, надо изучить, где именно их лучше и эффективнее. не поставить. Карен Милканян выступил от имени всех жителей хутора «Заря». Водопровод жизненно необходим. Проблема давнишней с каждым годом усложняется. Наверное, в октябре начнем строительство насоса. Мы его быстро построим. Проект есть. Вот тот проект, который есть сегодня на водоснабжение, на «Света и Заре», мы его разогнем на этап. Вот первый этап будет насосная станция. Ясно. То есть поднимать воду. То есть она не умрет, вот этот весь проект? Нет. Из проблемы с водой вытекла еще одна заброшенная земельные участки. На очереди стоят многодетные семьи и ждут положенной по закону земли. Недобросовестные хозяева забрасывают участки и по несколько лет не приезжают. Выморочные наделы передадут многодетным семьям и бюджетникам, врачам и учителям. Сергей Сергеев поручил первому вице-мэру, Светлане Ировой, проехать вместе с Кареном Милканяном и осмотреть невостребованные участки, чтобы ответственные службы их изучили и начали процесс по отчуждению. Гамлет Вартанян обратился к Сергею Сергееву с просьбой помочь решить проблему с электроэнергией. Жители микрорайона «Юбилейный» несколько лет назад собрали деньги и самостоятельно установили трансформатор. Сегодня его мощности не хватает. Рассчитывали на 40 домов, а пользуются электроэнергией 140. Похожая жалоба на низкий уровень напряжения от жителей села Гайкадзор Юрия Григоряна. Сергей Сергеев пригласил начальника Анапских районных распределительных сетей Сергея Шевчука и потребовал объяснить, какие меры предпринимают. В 2014 году мы предполагаем установить порядка двух трансформаторных подстанций. Дополнительно? Дополнительно. То есть сколько им еще терпеть? В 2014, в сентябре начать? Да, я думаю, что где-то до мая месяца. До мая 2014 года, да? Да. Директор Дома культуры Валентина Стамбальяна прием мэра записала, чтобы поблагодарить за оказанную помощь. В ДК отремонтировали крышу. 13 жителей Гайкадзорского сельского округа решили проблемы. Дополнительно в коле школы представители городских служб и ведомств провели консультации. Подробные разъяснения получили 119 селян. После приема граждан Сергей Сергеев зашел в местную амбулаторию, узнал о потребностях медработников из первых уст. Необходимое оборудование приобретут в ближайшее время. Устройство для обработки анализов и КТГ-аппарат для беременных. Ежедневно в медучреждения обращаются около 100 жителей. Работает дневной стационар на три койки. Прием ведут шесть специалистов. Молодой врач-акушер-гинеколог Александра Коробская приехала из Красноярска. На выделе на миллион рублей подъемных денег по государственной программе купила квартиру в Анапе. Проблем еще немало и в городе, и на селе, но постепенно решают каждую. Наталья Пухальская, Антон Чистяков. Анапа. Регион. На традиционном отчете заместителю главы о выполненной работе за полгода в администрации Анапы доложили сразу три вице-мэра. Первый заместитель главы Светлана Яровая рассказала о борьбе с самостроем. Михаил Баюр доложил о благоприятной обстановке сельского хозяйства в районе. Заместителю мэра Яна Дуплякина отчиталась об общей экономической ситуации. Подробности отчета первых лиц у Алины Гумеровой. Первый заместитель главы Светлана Яровая доложила собравшимся, что одним из показателей оценки эффективности деятельности является сокращение недомки по неналоговым платежам. Это аренда земельных участков и аренда муниципального имущества. На текущий момент заключено 2556 договоров аренды земельных участков, плата по которым составляет 338 млн 215 тыс. рублей. За шесть месяцев текущего года количество таких участков, предоставленных в аренду, увеличилось на 131, что привело к увеличению арендной платы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12 млн. рублей. С целью пополнения доходной части бюджета запланировано проведение торгов на право аренды. Торги будут проходить в последнем квартале этого года в форме аукциона. Такое в Анапе будет проводиться впервые. Целевое назначение участков различно. Индивидуальное жилищное строительство, многоэтажное жилищное строительство, курортное назначение и другие. Сейчас в реестре 15 земельных участков. Эта цифра, по словам Светланы Яровой, будет увеличиваться. Вице-мэр поделилась о ближайших планах до конца 2013 года. Привести в порядок реестр муниципальной собственности, исполнить программу приватизации, проэкспертизировать имущество, сдаваемое в аренду, подготовить пакет документов для регистрации имущества коммунального комплекса совместно с предприятиями, где делают работу. Самая интересующая и самая сложная тема, по словам Светланы Яровой, это самовольное строительство. На 1 августа администрации подано 34 исковых заявления на снос капитальных объектов, 83 на снос временных конструкций. Вот он, Владимирская Шевченко, 80% квартир продано, он Харитонову в лоб сказал, люди придут к вам, требуют воду и электричество. И они придут. И за них станут правозащитники, которые скажут, вот администрация ничего не делает. Нет, дорогие друзья, делаем. И сегодня, если такую позицию не занять, ничего у нас не получится. Все будет продолжаться, как продолжаться. Мы уничтожим она. Просто как город-курорт и как город. Отчет продолжила Яна Дуплякина, курирующая вопросы экономики и финансов. В рейтинге муниципальных образований Краснодарского края по темпам роста основных экономических показателей за 6 месяцев 2013 года город-курорт занимает 24 место. В сравнении с итогом 5 месяцев текущего года НАПА поднялась на 4 позиции. Управлением экономики и инвестиций совместно с отраслевыми управлениями администрации разработан проект программы социально-экономического развития города-курорта на периоды 2017 года. По итогам первого полугодия в группе территорий с курортно-туристской специализации НАПА занимает первое место по совокупности экономических показателей в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Сотрудники Управления экономики и инвестиций совместно с налоговой инспекцией провели два рейдовых мероприятия на рынке Центральный на предмет выявления граждан, занимающихся незаконно предпринимательской деятельностью. Из 89 торгующих 62 не имели подтверждающих документов. Очередной отчет перед анапчанами держал Михаил Баюр. В 2013 году сельскохозяйственными культурами занято 91,2% все площади пашни. Для сравнения в 2012 году использовалось 77,5%. Для максимального использования земель сельхозназначения проводятся плановые и внеплановые проверки в рамках муниципального земельного контроля. В течение первого полугодия проведено 58 проверок. 27 собственников земельных участков привлечены к административной ответственности за неиспользование или ненадлежащее использование земель. В Анапе продолжают активно привлекать к работе добросовестных инвесторов, которые занимаются возрождениями и развитием виноградарства и виноделия. В малых формах хозяйствования успешно развивается садоводство. Ежегодно производится более 2000 тонн плодов. Вся продукция поставляется в здравнице Анапы. За последние три года посажено 35 гектаров молодых садов. За первое полугодие приобретено новость сельскохозяйственной техники на сумму 10,5 млн. рублей, что выше аналогичного периода 2012 года на 3,3 млн. рублей или на 45,8%. Основной задачей, отметил Михаил Баюр, в этом году будет создание на территории города-курорта Анапа оптового рынка для местных сельхозпроизводителей. Глава Анапы Сергей Сергеев, заслушав отчет, отметил, что до сих пор многие участки стоят заброшены. И здесь задача для управления сельского хозяйства и для сельских глав – искать хозяина и просить возделывать землю. Если нет хозяина, обращаться в суд с заявлением о признании ее бесхозяйственной. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. Любишь кататься, люби и саночки возить. Эту старинную русскую пословицу своим девизом выбрало Анапское общество охотников и рыболовов. Здесь не только выдают лицензии на отстрел птиц и животных, ловлю водоплавающих, занимаются еще разведением птиц, чтобы пополнить популяцию и не нарушать природное равновесие. Сегодня в Анапские плавни выпустили сотни уток-ряков. Наша съемочная группа охотилась на уток в устье реки Анапки с видеокамерой и фотоаппаратом. Обо всем подробно расскажет Лариса Басова. Председатель правления Анапского общества охотников и рыболовов Александр Дадуро на своем месте более 30 лет. Охотиться начал с отцом еще в 12-летнем возрасте и рано задался вопросом. Отстрел производится, а кто же восстанавливает поголовье пернатых? Так он вступил в общество и в плавних реки Анапки в полуестественных условиях общество сегодня официально разводит уток и фазанов, чтобы затем выпускать их на волю. Все это по разрешениям Министерства природных ресурсов Краснодарского края. Инкубируем яйцо и в этом году нам удалось получить приплод молодняка в количестве 450 голов. Это хорошее дело и мы будем набирать, так сказать, набираться опыта и увеличивать поголовье, потому как это благое дело и наша прямая обязанность всех охотников. Разведением фазанов охоты веды занимаются уже 6 лет. Цыплята вылупляются из яиц в специальном инкубаторе. В этом году оставили для эксперимента яйца на сетке фазану и примечают, что естественный выводок растет более здоровым, чем выведенный в инкубаторе. Изучили за эти годы нюансы поведения в неволе многих птиц. Решили в этом году попробовать разведение утки кряквы. В таких идеальных условиях, максимально приближенных к природным, где даже проточная вода, утки дали нормальный приплод. И главное, они так же, как и фазаны, не привыкают к человеку. Охотники шутят, сколько волка не корми, все в лес смотрит. Так и дикие птицы. Даже если к ним посаживают пару домашних уток, все равно не становятся ручными. И это хорошо, значит быстро привыкнут к вольной среде обитания. Еще один плюс. Утки кряквы, выросшие здесь, не улетают в дальние края. Сегодня в Анапские плавни на Чембурке выпустят первый приплод. Удалось инкубировать всего лишь небольшое количество яиц и получить молодняка в количестве 250 голов. Для них в естественной среде обитания сегодня устраиваются помосты, плотики, выкладывается подкормка и выпускается именно птица на эти мостки. Фазанчикам нужно еще подрасти и окрепнуть. Их кормят специальными витаминными смесями. И даже вырастили в вольерах так полюбившиеся птицам сорняки. Фазанов выпустят на волю в сентябре. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа-регион. В Центре культуры Родина 8 августа давали спектакль. Такой фразой сообщали культурные новости в конце 18 века. Спустя несколько столетий в Анапе Эдуард Гершов и Мария Мельникова, поющие актеры из Санкт-Петербурга, дали спектакль «Все начинается с любви». Артисты представили произведения Александра Вертинского, Владимира Высоцкого, Булата Акуджава и Юрия Висбора. Артисты театра все делают творчески. Каждый шаг и каждое слово пропитаны вдохновением. Даже стандартные напоминания о правилах этикета от артистов звучат иначе. Необычный спектакль «Все начинается с любви» Евгений Гершов начал песни. Сам спектакль «Потому и необычный» состоит из песен на тексты Самойлова, Вертинского, Пастернака и Маяковского. Авторские песни Рождественского и Высоцкого. Подруга гитара, давай мы с тобой сочиним Такую балладу, какой отродясь, не слыхали Про тех, кто смеется, про тех, кто ругает режим Про тех, кто рыдает, и тех, кто уже отрыдали Премьера спектакля прошла в литературной кофейне «От А до Я» 6 августа. А через два дня, 8 августа, спектакль дали в Центре культуры Родина. Наталья Пухальская, Александр Кореневский. Анапа. Регион. Новая тротуарная плитка на дорожке, свежая штукатурка и краска на фасаде здания, старое шиферное покрытие на крыше заменили металлочерепицей. Заведующая детским садиком «Виноградинка» Лариса Воропая обновлением рада. О таком ремонте в детском саду давно мечтали. К нам приехал глава администрации Сергей Павлович. Он увидел, что у нас много недоделок есть. Новое здание готово, но старое здание у нас не отремонтировано. Просто отремонтировано было усилиями родителей. И он, как хороший хозяин, он увидел все наши недостатки, недочеты в ремонте, в стройке нашего детского сада. Увидел, что у нас плохая старая кровля, фасад детского сада не в лучшем состоянии. И он нашел нам хорошего спонсора. И они нам сделали в кратчайший срок великолепный ремонт. Сделали кровлю, сделали новый фасад, утеплили все здание, постелили новую плиточку. Старую мы убрали и постелили новую брусчатку, около 300 квадратных метров. То есть мы благодарны Сергею Павловичу за его внимание к нашему детскому саду. Здание 50-го года рождения прошлого столетия отремонтировали капитально. Пристроили новое помещение для новых детских групп. До реконструкции виноградинки принимали 49 детей, после в два раза больше. И если бы во второй раз можно прожить и выбрать профессию, Лариса Варапай выбрала бы работу с детьми. У меня своих трое внуков, своих двое детей. Вообще я люблю детей. Ходили и сюда в детский сад, уже старший ходит, конечно, в школу, девочка. А эти внуки уже жду сюда в детский сад подрастают. Поэтому, понимает с полувзгляда сотрудников и детей специалисты-руководитель, с солидным опытом работы вырастила и воспитала не одно поколение. Работаю в детском саду с 1985 года, с 25 апреля. А кем пришли детские? Пришла работать помощником воспитателя, потом я работала воспитателем, училась, заканчивала учебное заведение. И вот уже с 2000 года я работаю руководителем этого учреждения. Качели, игрушечные домики, горки и вечная борьба за право самой красивой игрушки. Мама, я моя. Моя машинка. У детей свои заботы, важнее проблем взрослых. О том, что на обед, какая крыша над кроваткой в комнате, как отремонтировать старое здание и принять новых малышей в детский сад, они точно не думают. За них это делают взрослые, серьезные, мудрые и хозяйственные. В гостях у хозяев виноградинки побывали представители администрации, заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко и глава Гостогаевского сельского округа Николай Баюр. Чтобы еще раз убедиться в этом детском садике, все готово для новых групп малышей. Наталья Пухальска, Александр Кореневский. Анапа. Регион. Автор выставки Евгений Юрьевич Волошин. В свое время работал секретарем Анапского горкома КПСС и председателем горосполкома. Город знает с его проблемами и достижениями, красивыми уголками. Помнит, как курорт преображался на рубеже веков. На аллее расположены 8 стендов, скомпонованных по темам. Город воинской славы, природные богатства, сельское хозяйство, спорт и, конечно, история от древней горгипии. Пользу выставки оценили гости курорта. По сути, это емкая, по информации, экскурсия. Нам понравилось, что мы могли посмотреть вот эту вот набережную, где там, как там, что было раньше, потому что мы сюда уже много лет ездили. Да, набережная. Город, да, улучшается. Чище, красивее становится. Анапчанин Василий Иванович Храбров жил когда-то на этом самом месте, где расположена фотовыставка. И, конечно, с интересом изучил ее. Он был в числе первых строителей морпорта. Восстанавливал город после Великой Отечественной войны. Ценит и знает историю Анапы. У нас сейчас Анапская. А как она называлась? До сих пор еще называется Николаевский привоз. И улица Шевченко тоже называлась Николаевская. Улицы у нас Астраханская, Владимирская, Терцкая. Вот Протапова, даже Рав Гудович освобожали. А это названо через русский полков, который освобождал Анапу от торок. Эта выставка открылась при поддержке администрации города-курорта. Свои работы предоставили известные мастера фотодела супруги Улько, Светлана Ковальчук, Максим Забугровский, Галина Алтухова и другие. Золотое правило любой выставки. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Тем более, когда выставляются фотографии. Лариса Басова, Алексей Мухортов. Анапа. На территории первой школы, напоминающей дендропарк с уютными аллейками, скамеечками и даже водопадом, располагается целый комплекс зданий. Помещение гигиены стоит отдельно от основного, и дирекция решила сделать его приметным, чтобы первоклассникам и гостям было понятно, куда нужно идти, и чтобы выглядело оно ярким и привлекательным. Ученики-практиканты, которые одновременно являются выпускницами школы искусств номер два, приступили к работе. Выбрали мультфильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». И вот результат. На стене при помощи аэрозольных автомобильных красок, неподвластных погодным условиям и времени, расцвела поляна в окружении русских березок. Вырос сказочный древнерусский город. Комнату девочек обозначит персонаж мультика «Забава», а мальчиков, естественно, Елисей. Наносятся последние штрихи. Сами художницы довольны. Конечно, мы рады, что у нас так получилось. Дети придут 1 сентября и увидят, тоже порадуются вместе с нами. Было сложно приспособиться рисовать баллончиками, потому что для нас это впервые. А так вы довольны плодами своего труда? Ну да. Мне кажется, что все получилось и удалось. Юные художницы, выпускницы из класса Татьяны Саврик, Маша Саврик и Ангелина Калинина мечтают стать дизайнерами, а Богданова Аня – ученым. Это занятие для общего развития. Сюрприз оценят педагоги и школьники 1 сентября. Лариса Басова, Алексей Мухортов, Анапа Регион. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на выходные. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салон магазин изделий из камней самоцветов «Тайны Медной Горы» и торговый центр «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваши желания. Салон магазин «Тайны Медной Горы» Подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Субботу, 10 августа, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 25-27 градусов. Ночью плюс 25. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 25 градусов. Воскресенье 11 августа в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 28-30, ночью плюс 27 градусов. Ветер восточный, порывистый до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 25. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Лунапарк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Редактор субтитров А.Семкин